Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 500 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Привет, ребят, меня зовут Рисман, и на прошлом видео уже перевалило количество лайков за 1000, и вот специально для вас новое видео. Видео о том, как скрафтить школу в Майнкрафте. Ну что ж, ребят, совсем недавно было 1 сентября, буквально пару дней назад, многие из вас отправили в школу, кто-то в колледж. Я думаю, вряд ли кто-то из вас отправился в универ еще, но, в принципе, по крайней мере в школу точно отправились, и специально для вас вот такая вот замечательная команда, которая позволит вам окунуться в школу не только в Майнкрафте, точнее не только в жизни, но и в Майнкрафте. Также, ребят, напишите комментарий, как вы относитесь к школе, и рады ли вы тому, что наступило 1 сентября, потому что некоторых это лето уже конкретно задолбало тем, что оно было достаточно скучным, мало у кого что было интересного, и многим, наверное, скорее бы хотелось больше даже уже просто оторваться от лета, именно не к учебе, а просто встретиться с людьми, потусить, погулять. Ну, все же, когда, знаете, учебный год, немножечко время протекает по-другому. Кто согласен со мной, напишите плюс, кто не согласен, минус. Ну, короче, уже дальше сами в комментариях напишите, как вы относитесь к школе. Ну, а что ж, мы с вами продолжим, и для начала нам необходимо выдать себе командный блог, для этого прописываем команду gifsobach.p command block. Отлично, вот мы получили командный блог, далее его нам необходимо установить, открыть и ставить в него специальную команду. Тут ставим всегда активен, нажимаем готово, и наша команда строится. Автором команды является Red Engineer, ссылка на команду оставлена под видео, ну, ссылка на канал автора, она находится внутри самой команды, и поэтому я не думаю, что есть смысл прям все ссылочки оставить, ну, оставлю, в принципе, без проблем, там и так, и так, ссылка на его сайт. Вот, и вот у нас появилась такая машина, которая имеет всего две таблички, первая удаляет машину, вторая дает нам рецепты. Ну, я нажимаю на нее, она нам рецепты не дает, поэтому я рецепты просто выписал, и я о них сейчас вам всем подробно расскажу, и думаю, с этим проблем у вас особо не будет. Также, ребят, хочу вас попросить, чтобы вы прямо сейчас поставили лайк на это видео, потому что лайки это залог успеха моего канала, а вось опять вылетит видос в тренды, и поэтому всем спасибо за активность, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, мне это будет очень приятно. Ну, все же, я построил такую небольшую классную комнату, заняла она у меня по времени недолго, но в целом она получилась достаточно уютненькая. Тут у нас есть занавесочки, свет, давайте его включим. Отлично, я свет включил, и теперь мы с вами приступим к крафтингу наших школьных принадлежностей. Ну что ж, первое, с чего начинается, это у нас парта. Парта у нас еще в кабинете нет, давайте мы их скрафтим. Для того, чтобы их скрафтить, нам потребуется 4 железных слитка. Раз, два, три, четыре. И 4 эндеродца. Это вот сюда, энд, вот, эндерод. Тоже 4 штучки. Скидываем это на один блок. При помощи клавиши Q, кстати, зажимаете Ctrl и Q, и вы таким образом выкидываете все предметы сразу, которые у вас выбраны в слоте. Я думаю, наверное, об этом кто-то не знал, хотя, может, знали уже. Ну что ж, вот я получил установку парт, точнее, сами парты. Давайте их поставим куда-нибудь, наверное, здесь где-нибудь. Парт у нас одиночный, поэтому мы их, наверное, будем ставить вот так вот. У нас будет 4 ряда по одиночной парте, и справа у нас будет уже такая, скажем так, служебная зона. Так, да, нормально пойдет. И ставить мы их будем вот на таком расстоянии друг от друга. Я думаю, ничего страшного. Всем будет видно. И таким образом у нас получается класс уже на 4, 8, 12 учеников. Давайте добавим еще сюда немножечко учеников. Вот, 12 и того еще. На 16 учеников. То есть маленькая такая классная комната. Я бы сказал, даже она больше подходит для универа, потому что в универе группы гораздо меньше, чем в классе, потому что в классах сейчас порядка 30 человек. Я не знаю, напишите в комментарии, сколько у вас в классе людей, потому что у меня было в классе, по-моему, 22 или 24 человека. Ну, короче, у меня было немного, на самом деле, в классах. Ни в первой, ни во второй школе. Но я не знаю, как сейчас, потому что лично в моем городе он очень загружен. У нас очень много строится домов, но очень мало школы. Из-за этого у нас школы перегружены. Так, ну что ж, как видите, я поставил парты. За ними можно сидеть. Также на них можно устанавливать разные принадлежности. Например, положить книжечку вот сюда вот. И вот такая вот у нас лежит книжечка. Также у нас есть немножечко лайфхаков парочку, которые позволят нам сделать стопку книг на парте или портфельчик. Для этого нам понадобится самая обычная книга. Вот она, бук. И кожа. Вот. Если мы скинем книгу на стол, то у нас появится стопка книг на парте. Если мы скинем кожу на стол, то у нас появится портфельчик. Таким образом, вы можете заполнить ваш класс вот этими подобными вещами. И таким образом, я думаю, класс уже более выглядит наполненным каким-то, что ли. Более естественным. Также вы можете просто книжечек разложить, например, вот сюда вот. Так, так. Допустим, взять листочки обычные, кстати. Можно и листочки, да, использовать. Так. Вот возьмем листочки. Типа у нас контрольная работа. Там вырвите по листочку. Кстати, всегда меня бесило. Достаньте двойные листочки. Это фраза, которая просто, ну не знаю, сразу нагоняла печаль на меня. Не, на самом деле, мне было плевать. Я, кстати, девятый класс закончил без единой тройки. А вот десятый класс у меня был полный троек. Точнее, одиннадцатый. Так. Что-то я не могу положить листочки. О, все, положил, положил. Листочек, 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 книга, листочек. Так, ну, думаю, нормально, в принципе, нормально. Далее, ребят, нам не хватает стульев. Самых обычных стульев. И для того, чтобы их скрафтить, нам потребуется две плитки из кварца и четыре железных слитка. Скидываем это на один блок. И мы получаем стульчики. Стульчики у нас всегда стоят лицом на вест, то есть на запад. Поэтому я классную комнату строил соответствующе, чтобы мы как бы сидели и смотрели на запад. Это вот такая вот беда этой команды, что стулья смотрят только в одну сторону. Как бы я вот здесь вот не крутился, не знаю, вот видите, я сюда смотрю, сюда смотрю. Оно вообще разницы нет. Всегда они будут стоять у меня в одну сторону. Это немножечко, конечно, печально. Так, вот, вот, и, и, и. Остался всего один ряд. Так. И, э. Класс. И как мне его подобрать теперь? О, все, подобрал. Я нечаянно стул положил на парту, как бы это глупо не звучало. Хотя нет, почему. Когда обычно с класса уходишь, просят перевернуть стулья и положить на стол. Так, ну что ж, вот у нас уже класс приобретает какой-то вид. Более-менее интересный. У нас появились стулья. Кстати, на стулях, естественно, можно сидеть. Это, это абсолютно верно. То есть я сижу, но, как видите, я большой, поэтому я за партой выгляжу громоздко очень. Кстати, мы в данный момент сидим, типа, на невидимом коне, и поэтому у нас появляются дополнительные жизни. Так, ну, я обычно сидел где-нибудь вот тут. Поэтому первая парта не для меня. Я любитель где-то вот, вот, знаете, вот тут прям, вот, вот, если там стол учителя, то я вот здесь сидел. Либо здесь, либо вот здесь. Здесь вообще самое беспалевное место. То есть вот так вот шлейф учеников передо мной, и меня не видно. Так, ну, это классно, классно. Чего-то нам еще, ребят, не хватает. А, да, точно. Конечно же, доски. Доски нам не хватает. Для того, чтобы ее скрафтить, нам потребуется... Так, это мы оставим все. Это нам еще пригодится. Я вам все расскажу, покажу. Так, для того, чтобы скрафтить доску, нам потребуется 4 белых баннера. Раз, два, три, четыре. И 4 железных слитка. У нас везде используются железные слитки, потому что это у нас как бы более-менее современный класс. Новая мебель, то есть она не старая. И в целом очень даже неплохо все получается. Так, давайте выберем центр класса. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот и вот так вот. Вот такая вот у нас получается доска на весь класс. Кстати, доску вы можете сделать побольше, поставив рядом еще одну, например, вот так вот. То есть у вас получится широкая такая доска. Так, вот этот я зря. Кстати, для того, чтобы снести доску, вам необходимо просто взять самую обычную наковальню, потом рычаг. Так, ставим наковальню и здесь вот пишем ремов. Таким образом вы можете снести доску. Ой. Вот. Как видите, я доску снес почти. Так, вот у нас еще осталась штучка. Ну, 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 сносись. О, ну, ладно, так тоже пойдет. О, кстати, уже темнеет, но благодаря моему освещению в классе... Да, выбирайся, блок, зараза, у меня мышка не работает, ребят. У меня, короче, из-за нервов я мышкой шибанул по столу, и она у меня теперь плохо работает. Так, отлично. Вот такая вот у нас получается... Короче, я все сломал, к чертям, тут нечаянно. Давайте, давайте я переделаю, наверное, и вот это вот тоже переделаю. Короче, вот таким вот образом вы можете поставить доску. Давайте мы ее одну оставим, одну, вот, вот, прямо вот посерединочке, вот так вот поставим просто доску. Ну, я думаю, нам ее хватит. Также вы на доску можете положить абсолютно любой предмет, например, меч. Я не знаю, что он будет делать в классе, но, как видите, у нас вот есть палочка. Есть, можно, можно поменять. Вот. Ну что ж, помимо всего этого, мы также можем с вами создать еще полочки. Полочки, на которых будут рядом лежать учебнички или какие-либо другие принадлежности, нужные для учебы. Давайте оставим одно яйцо. И давайте скрафтим полочку. Для того, чтобы скрафтить полочку, нам потребуются две плиты из кварца и два эндеротца. Энд... Две штучки. Скидываем на один блок, и мы получаем полочки. Полочки у нас устанавливаются только справа, на стеночку, вот так вот. И на них вы можете установить уже что угодно. Вы их даже можете вот так вот друг над другом поставить как-нибудь. Ну, я думаю, это уже ваше дело, вы сами разберетесь. На полочки можно ложить также что угодно. На левую часть вы можете положить блок. Так, 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 так. Нет, не получилось. Короче, 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 вот. Как видите, я могу положить блоки. Я не знаю, что делают у нас кирпичи в классе. Но выглядит вроде более-менее нормально. Давайте попробуем книжную полочку положить. Ой. Ну, короче, вот что-то в виде этого у нас получается. Так что на левую часть ложите блоки, на правую часть ложите книжечки и плоские предметы. Иначе у вас получится вот такая вот ахинея. То же самое, если мы положим на парту, у нас получится так же, что блок будет торчать из парты. Так, ну что ж, ребят, так же у нас осталась еще одна такая вещь, которая есть в каждом классе, куда вы сбрасываете все свои контрошки, чтобы мама не спалила, что вы написали на два. Это мусорное ведро. Скрафтить его очень и очень просто. Вам всего лишь нужно одно ведро с лавой и четыре железных слитка. Скидываем опять на один блок, и мы получаем наше мусорное ведро, которое у нас стоит обычно в углу в классе. И сюда вы скидываете мусор. Давайте попробуем покидать туда контрошечек. Возьмем, допустим, просто пейпер. Покидаем их, и они у нас будут лежать там, и их даже подобрать нельзя будет. Ну вот видите, я накидал немного мусора, он здесь весь дребезжит, он пытается выбраться оттуда, но в целом, как видите, лежит, и подобрать я его больше не могу. Это очень и очень классно. Ну что ж, ребят, вот такая вот команда на школу. Кому она понравилась, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока.